Друзья, приветствую! Максим из Красноярска прислал образцы масла Edemitsu The Pro Touring 530. Это Эсен и Эльсак GF5. Сейчас я покажу вам описание. Условия эксплуатации, автомобиль, небольшое пояснение от Максима. Спасибо ему за результат лабораторного исследования. Для простоты две баночки, свежая отработка. Отлично, баночки не пролились. Я их подписал. Ну и давайте приступим. Первым делом я обновлю спектрограмму на ранее созданной болванки. Посмотрим, что намеряет прибор. Подкорректирую некоторые данные, которые сместятся. Ну и можно будет приступать к проверке-отработке. Так, вот такая спектрограмма. Есть минимальная ступенечка, вы видите, на 1710 примерно. 0,08. Это я бы оценил в полтора процента эстера. Вот так чисто, чисто для вкуса добавлено. Выбираю данное масло. Выбираю пункты, по которым анализироваться будет. Лимиты. И смотрите, значит, противоизносных присадок 85 процентов от уровня масла, используемого для болванки. А это кастрол 0,30. Значит, этот уровень я выставляю как 100 процентов. То есть, данный уровень будет равняться эталонному, стопроцентному. Сохраняю. Сейчас подкорректирую. Гликоль там немножко. Я вижу одну десятку сместился. И сажа. Самое главное обратить внимание на кислотное число ТАН и щелочное ТБН. ТАН у нас 1,56. Очень похоже. А щелочное 8. Причем сам Эдемитсу заявляет 8,1. Именно вот по этому ГОСТу. Это АСТМ Д4739. ГОСТ. Как бы потребительский ГОСТ. Есть ГОСТ производителя для свежих масел. А это как бы пользовательский или как-то так его еще называют. Да, так. Значит, это Хонда. Цивик девятого поколения 1,8. Значит, двигатель 140 сил. Объем масла 4 литра. Воздушный фильтр MAN. Пробег 214 почти тысяч. Пробег на масле 6000 километров, что составляет 240 моточасов по средней скорости 25 километров в час. И топливо. Газпром нефть 95. Прибор проводит сейчас необходимые там калибровки и проверки. Вот, пожалуйста, результат противоизносных присадок 52 процента. Подрабатывается что-то в масле не совсем так работает. Раз начинает срабатываться противоизносная присадка. Немножко сажи, в общем-то, нитрования в порядке. И смотрите, растет кислотное число понижается. Щелочное. Ой, вернее, извиняюсь, а путь оговорился. Снижается щелочное 3,5 и нарастает, в принципе, нарастание кислотного более-менее нормальное. Да, там единица до 0,99. Масло еще живое, но осталось ему недолго, скажем так. Значит, Максим написал, что непонятно, что машину лили до этого и как меняли. Мотор грязный. Так, воздушный фильтр понятно. Ездит супруга, спокойно очень ездит. 1200 километров из этого пробега была поездка по трассе на новый год. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Ну, а здесь, здесь катастрофа. Посмотрите, вязкость провалилась примерно на 120 процентов от уровня допустимого. Очень сильно провалилась вязкость, поэтому масло непригодное по этому показателю. Уже 240 часов и оно умерло. Сейчас посмотрим, примерно на сколько его хватит. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Ну, и нажимайте колокольчик, если вам необходимо уведомление. Так, сейчас ресурс. Я выставил 6000 километров, хотя Максим не указал, но можно ориентироваться по моточасам. Моющие и нейтрализующие свойства 280 моточасов, но не забывайте, что здесь сильное разжижение бензином, поэтому может быть погрешность. Значит, нейтрование 400, 410 примерно, и по вязкости 200 моточасов и масло в топку. То есть, здесь провалилась именно вязкость. Вон оно отмечено. Здесь конкретно, не знаю, это, ну, даже условия эксплуатации не должны были так повлиять. В принципе, средняя скорость 25 достаточно приличная. Вот. Если жен, супруга ездит, и там короткие поездки с большим количеством прогрева, это понятно, но, тем не менее, здесь слишком, слишком много. Максиму стоит проанализировать или, может быть, периодически, раз в неделю, там, брать машину и немножко прогревать, грубо говоря, масло, там куда-то, езжать на трассу, там, на высокой скорости проехать. Это поможет в некоторой степени выпарить масло, вот. Или все-таки разбираться с форсунками, с программой. Я не знаю, вот он мне написал тоже, что есть у них, я так понимаю, в семье, наверное, такой же, ну, не такой же, Civic Type R, и у него тоже очень богатая смесь. Смотрели по лямбде, очень богатая смесь, там, 12,1, 12,5, и, возможно, что в данном случае тоже что-то с программой. Ну, не знаю. Как по мне, не должно быть такого смысл в богатой смеси, если она убивает масло, дополнительные риски. Скорее всего, здесь какой-то сбой в системе смесеобразования. То ли погрешность дает датчик массового расхода воздуха, то ли сами лямбды, и мотор неправильно регулирует смесь. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Классическая какая там у нас, 14,5 смесь. Вот. Причем на более бедной смеси и мотор работает лучше, эффективнее. Его не заливает так. Ну, тем не менее, вот такой получился результат. Масло, как вы сами видели, 280 часов. В принципе, неплохое. Ну, ничего выдающегося, я бы так сказал. Вот. С учетом того, что езда спокойная и ездит женщина. Ну, а так, благодарю Максима за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.